друзья товарищи всем привет начинаем новый этап вот будет бочка был здесь вискарь сейчас вам покажу что получилось после года выдержки но это немножко попозже сейчас будем переливать чачу сейчас покажу сколько это настояла здесь с какого числа сегодня у нас 19 16 дней простояла но температуру на улице конечно холодного 100 было но шапка поднялась короче буду сливать там еще померяем сколько там дрожжи сожрали сахарку но добродит будем перегонять короче работа непочатый край так здесь молдова у нас бродила это начало у нас было 30 0 9 это мы ее выжимали вот она уже стоит прилично так что ребятки работы непочатый край вот еще кто не видел переходите на видео сейчас все покажу вот она отбродила молдова перчаточки попадали в брожение уже закончилась на принципе по сахару было там маловато сейчас буду все сливать смотреть пробовать будем дегустировать и думать что делать дальше короче усаживайтесь поудобней очень будет длинный видос в бочку будем сегодня заливать молодое вино буду его закреплять чачей что-то хочу получить типа портвейна так что ребятки кому интересно смотрим вот еще чача литров наверное 50 будет аромат какой ребятки аромат это просто супер но за работу так на этот объем добавлял я 10 килограмм сахара сейчас давайте вот посмотрите как отделился сок с водой здесь я не сильно выжимал вот так сейчас померяю по сахару что там что сколько сожрали дрожжики и будем отжимать до простояла 16 дней но ночи холодные дрожжики конечно подъедали но еще десять процентов по сахару но сейчас попереливаю в баклажки и куда-то поставим где немножко потеплее а там уже добродит цвет классный аромат сумасшедший хорошая чача а тут получается три сорта винограда один из них молдова остальные конечно не знаю что за сорта ну на чачу думаю бомба аромат сумасшедший бомба получится чача песня ну продолжаем ребятки работу вот набираем сок и ведерко цвет просто песня ну люди так делают второе вино я этого не понимаю такое может быть второе вино так в этой пивоварне тоже чача сейчас попробую шапку не утолкать сейчас попробуем открыть краник я думаю что должно все выйти а ну-ка ребятушки о красота пошла возня не надо париться жмых немножко придется отжать а это все само сольется вот таким макаром как раз этот жмых он как пыш получается задавливает сок весь сок попадает ведерко нам аромат конечно сумасшедший хоть берите ну ладно продолжаем так и сливаем в пластиковую емкость вот так бутылочка за бутылочкой так передавили брагу короче вот такой под пантрантаж у нас тут короче 70 где-то 70 около 70 литров ну что осталось перегнать на спирт цирец потом дробная перегоночка год минимум в бочечке и в принципе напиток будет готов ну такая вот процедура ребятки осталось все вот это помыть жмых выкинуть и будем переходить к вину будем снимать с осадка вино так ну что дело пришло к снятию осадка так шлангочку бутылочек привязал ее такой палочки вот такая вот палка чтоб не доходило до дна то есть упиралась чтоб не забрала осадок вставляем ее туда ну и сливать в емкость то снимаем с осадка ребятки вот такая песня будем пробовать что получилось что не получилось как его лечить дальше так что поехали так скажу вам ребята ароматика бомба что за вино сейчас попробуем пусть сливается ну надо продегустировать давайте немножко посмотрим цвет конечно цвет еще мутноватый понятно еще не до села но но сейчас понюхаем аромат песня то есть все нормально никакого уксуса пока ничего нет все все по плану по поводу сахара то есть она выбродила полностью я сейчас померяю сухое вино полностью она выбродила на отлично полностью сухарь ну ладно работа непочатый край 90 литров ну будем сливать наверное некоторое ставлю сухим некоторое добавлю сахарка наверно немножко но посмотрим короче пока сливаемся так ну что друзья товарищи проковырялся целый день блин с этим вином но это стоит короче говоря поснимал с осадка 120 ну пусть 110 литров где-то было осадка там сам жмых уже не стал брать поснимал только все светлое короче вот 90 кеги типа 30 литров короче 3 кеги под завязочку забил одел перчаточки ну добавил все таки по килограмму на каждый килограмм 300 грамм на каждый 30 литров что-то так не знаю захотелось ну ладно здесь еще процесс идет бочечка короче дело сегодня не дошло до портвейна потому что уже вечер это уже будет следующий видос обещал показать последний залив в этой бочке ребята это был вискарь он простоял ровно год вот посмотрите цвет вискаря годовалый вискарь односолодовый просто пуля вот для чего вообще все это делается получился просто сказочный напиток посмотрите цвет ароматика просто сумасшедшая потому что бочка не первого залива она была вымочена вином дистиллят тут стоял месяца три шелковица потом был я сейчас уже точно не скажу пшеничный какой-то самогон абрикосинчик тут месяца три находился и вот виски годовалый виски классная тема аромат просто класс кто любит виски вообще для меня это самый любимый напиток это вискарь коньяк уважаю это все но виски перепробовал я уже не один вискарь то есть получился тоже неплохой вискарь шедевр для меня это успех ребятки так что кому понравился этот видос класс класс ставим лайки кому не понравился дизлайки так что ребята до новых встреч жду вас в эфире всего хорошего вот